В качестве бонуса, за то, что вы такие терпеливые, на самом деле, мы сегодня много сделали, то есть, да, расходимости лидов не нашли, но на самом деле мы сегодня очень много сделали. В качестве бонуса, чтобы вы поняли, на самом деле, каким молочным следом вы обладаете, давайте я вам расскажу еще одно доказательство бесконечности множества простых чисел. А именно, не по Евклиду, а при помощи малой теоремы Херма. Рассказываю, как предположим, что простых чисел конечное множество. Возьмем самое большое из них, так, пишем, П, самое большое простое число. И рассмотрим вот такое число, 2 в степени П минус 1. Вы согласны, что, в принципе, это число больше, чем П? Ну, очевидно, больше. Потому что 2 в степени, это гораздо больше, чем там число, да? Ну, 2 в 5 минус 1, это 31, да, ну, раз больше, чем 5. Ну, для больших чисел это будет еще хуже. Вот, 2 в 5 минус 1 больше, чем П. Отлично. Ну, это натуральное число. Значит, оно как-то может быть разложено на простые множители. Так вот, господа, я сейчас докажу такой факт. Лемма. Если ху, это простой делитель, простой делитель числа, вот этого нашего числа, 2 в П минус 1, то ху минус 1 делится на П. В частности, обязательно ху больше, чем П. Ну, значит, если у нас есть самое большое и простое число, то мы только что предъявили то, которое еще больше, а это и есть уже полное противоречие. Поняли? Замечание. Как же доказать, что ху минус 1 делится на П? Это очень просто. По малой теореме Ферма. Давайте. Что утверждает малая теорема Ферма в нашем случае? Она утверждает, что, значит, итак, у простой делитель. У нас 2 в П этой сравнимо с единицей по модулю ху. Это не по малой теореме Ферма. Это просто потому, что мы написали, что ху простой делитель числа 2 в П этой минус 1. Замечательно. А теперь по малой теореме Ферма. 2 в степени ху минус 1 дает остаток 1 при делении на. Это малая теорема Ферма. Только роль П играет сейчас. 2 в П минус 1 дает остаток 1. Замечательно. А теперь смотрим внимательно. У нас же 2 в П этой. П это простое число. Дает остаток 1. И 2 в ку минус 1 дает остаток 1. Ребята, попробовало бы число ку минус 1 не делиться на П. Вот вы только представьте себе ситуацию, когда у нас ку минус 1 не делится на П. Мы сегодня доказывали такую вещь. Что если ку минус 1 не делится на П, если ку минус 1 не делится на П, помните, то тогда существует такое натуральное число Б, что ку минус 1 умножить на Б дает остаток 1. Помните, было такое, что для любого не делящего числа можно до что-нибудь до множества остаток был один. Замечательно. Ну и там можем. Ку минус 1 умножить на Б дает остаток 1. В данном случае это означает, что возведем в Б эту степень. Получим ужас. Я должен вот это сравнение возвести в степень Б. Пишу здесь в степени Б, пишу здесь в степени Б, опять получаю единицу. И получаю замечательную вещь. Это единица, это единица. Получаю, что здесь у меня 2 в степени ку минус 1 умножить на Б. Но, ребята, ку минус 1 умножить на Б, это сколько-то там Б плюс 1. Вот это вот, это на самом деле сколько-то там Б плюс 1. Ну, это же ужасно. Это же 2 в степени Б в степени Н умножить на 2. 2 в степени Б это единица по модулю К. А, значит, получается, что двойка сравнивая с единицей по модулю К. Значит, единица делится на Ку, значит, финиш. Обычно это рассказывают, объясняя, что такое порядок числа по простому модулю. Я это решил не рассказывать для скорости. И поэтому пришлось мне немножко здесь повозиться вот с этими вот там возведениями. Это можно было бы сказать понятнее, но чуть дольше. Не в этом дело. Дело в том, что вот вам вполне пример, как используется малая теорема Ферма для доказательства такого забавного факта. Кстати, вот этот факт, он верен вне зависимости от того, там самое большое, не самое большое. Просто всегда, когда вы рассматриваете у числа вида 2 в b до минус 1 простые делители, эти простые делители обладают таким забавным свойством, что они дают достаток 1 при делении на то самое простое число b. Субтитры создавал DimaTorzok. Субтитры создавал DimaTorzok.